МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Только что вы посмотрели новости, сегодняшние новости. И через буквально полчаса вы сможете посмотреть их второй раз. А тогда и третий, и четвертый. Сегодня в течение вечера будут выходить те еще новости через каждый час. А сейчас прямой эфир. И у меня в гостях мой любимый человек в Одессе, которого я очень люблю и очень уважаю, Валентин Владимирович Стремятин. Валентин Владимирович Стремятин, кроме такого достаточно скучного, но высокого звания заслуженный работник промышленности Украины, является еще и экс-директором знаменитого одесского коньячного завода, который выпускал, как вы помните, спиртные напитки под названием «Шустов». Да? Насколько я помню. А сейчас, продолжая свою деятельность в качестве винодела и коньячника, прошу сразу учесть, что нельзя называть... Я как-то назвал Валентину Владимировичу, говорю, вот вы заслуженный водочник. Помните, да? И Валентин Владимирович, насупившись, сказал мне, водочник – это не специальность. Специальность – винодел коньячник. Это высокий ранг. А водочник к нам не имеет никакого отношения. Поэтому и сейчас Валентин Владимирович возглавляет фирму, которая выпускает вино под общей маркой «Гранд Валет». Так я понимаю. Но разговор у нас пойдет не о винах, которые должны были идти в предпраздничные дни, а о промышленности, о том, о чем уже забыли говорить. Потому что я пригласил Валентину Владимировича рассказать о красных директорах. Вот красные директора, их называли в свое время красными директорами, которые были лидерами, каждый, не только на своем заводе, своем предприятии, но и в своей отрасли. Этим славились одесские личности красных директоров. Итак, мы начинаем с вашего решения. Красные директора – это те, которые в свое время, в 20-е годы, в годы индустриализации, закончили рабфаки и пришли к руководству промышленными предприятиями, которые начали тогда развиваться в Советском Союзе уже. И вот это наименование их, какой-то немножко такой уничижительной форме, попытались пристроить в 90-е годы, когда у нас начался разгул демократии, и все, что за этим последовало. Но, если говорить по сути дела, то в Одессе был настолько сильный состав директорского корпуса, который, в принципе, соревновался со многими отраслями и многими регионами Советского Союза. Я просто хочу напомнить несколько фамилий крупнейших предприятий, которых на сегодняшний день нет практически, потому что они только остались в названии и памяти. Это Тринчук Борис Евтихович, завод Кислорадмаш, это Иван Константинович Бондаренко, флагман нашей, Январка наша, это Владимир Михайлович Шурков, который много лет руководил одесским заводом радиальной ассоциативной станции. А потом стал мэром города, и потом снова вернулся на завод Прадмаш на Пересипе и тоже его поднимал, достиг уровня высокого развития. Лобашов Геннадий Сергеевич, завод строительно-отделочных материалов, Ткаченко Владимир Николаевич, завод Нептун. Эту категорию людей вспоминать можно, к сожалению, они уже давно ушли из жизни, причем очень рано и не вовремя, едва достигнув 60-летнего возраста. Вот как раз я и хотел рассказать и остановиться, просить вас рассказать об этих людях и о последующем поколении, потому что, вы знаете, мы можем говорить очень много о том, что было, но историю, ее же нельзя вычеркнуть. И сегодня, к сожалению, пустые остов, я бы сказал, тех предприятий, которые стоят сегодня на Пересипе и в других районах нашего города, начиная от Январки и заканчивая заводом Зор и тому подобное. Хотя сейчас Зор отстроен в совсем другом качестве, по-моему. Но не в этом дело. Он не отстроен. Не, ну он снесен, а там построено. Ну, как будто бы что-то начинали, но остались только сваи торчать. Да. И в результате вот этих, будем так сказать, я бы как сказать, наверное, правильно сказать, обманов. Да? Я бы сказал по-другому, Игорь Николаевич. Вы понимаете, в 91-95-е годы директорский корпус серьезно поменялся. Потому что пришли прежние директора, ведущие, которые были флагманами, каждый в своей отрасли. Пришли молодые люди, которые, ну, были подвержены конъюнктурному влиянию. И вот это стремление уловить конъюнктуру за хвост и каким-то образом закрепиться на своих должностях, сыграло плохую вещь. Многие остались просто обманутыми и пошли на те сделки со своей совестью директорской. В ущерб интересам коллектива. Это впервые звучат вообще в эфире. Вот такое, если честно. В ущерб коллективам. Когда коллективы в то время имели довольно значительную силу, потому что прежние директора тоже опирались прежде всего на свой коллектив, но они никогда не заискивали перед властью, но всегда власть принимала участие в развитии этих предприятий. Ну, мало того, все прекрасно помнят, те, кто помнят, что директора, которые руководили этими предприятиями в 80-е, 70-е, 60-е годы, они практически жили со своими коллективами. Не только, по-моему, на производстве, но и в быту. Потому что жили в этих же... В этих же домах, в пятиэтажных домах, в девятиэтажных, там, где они строили это жилье. И там же жили вместе со своими рабочими. Поэтому такого отрыва руководителя предприятия от коллектива не было. И оно, вообще-то, не приветствовалось. Тогда было понятие общественного мнения, которое не позволяло даже... И директора, которые владели колоссальными материальными ресурсами... Гораздо большими, чем некоторые сейчас, прямо скажем. Да, ну, будем... Не сравним, Игорь Николаевич. Но, владея и управляя этими ресурсами, они не имели права фактически для себя лично взять какую-то коробку гвоздями. Вот был уровень. А потом, когда началась вот эта свободная немножко обмена, открылись границы, люди поездили, посмотрели, увидели, и каждый решил, а почему я хуже? И вот здесь началось стремление к тому, чтобы каким-то образом началось, будем так говорить, накопление капитала первичное. В ущерб работе предприятия. Вы понимаете, вот у нас был завод строй-гидравлика, я с большим уважением относился к Глебу Кирилловичу Добринска, который этот завод построил. Мы же помним, какие там были мастерские по изготовлению цепей, и стало колоссальнейшее предприятие, которое работало на военно-промышленный комплекс. Это мы так просто называем, строй-гидравлика, гидронасосы для строительных машин. Там было все гораздо глубже и интереснее, намного. Но когда начался парад суверенитетов, Глеб Кириллович стал советником и представителем президента страны. И тоже как-то так немножко поступился интересами предприятия. На сегодняшний день это уже не то предприятие, которое тоже, наверное, не существует по-настоящему. А так название осталось, территория осталась. Но это все раздано в аренду. Уже все это растаскано. Поэтому вот на сегодняшний день, ну, допустим, это было бы самое страшное, если бы были кадры. Люди ушли. Мы потеряли кадры массовых профессий. У нас нет сегодня токарей, у нас нет сегодня слесарей, сборщиков, квалифицированных людей. Людей металлообрабатывающей промышленности. Да, недавно один мой знакомый сказал, что для того, чтобы сделать какую-то деталь на фрезерном станке, ему нужно было ехать в город Николаев, уговаривать там, ну, будем говорить, мастера, по большому счету, который не имел времени на то, чтобы он загружен работой, потому что у него, ну, ручная работа практически. Штучная. Да, штучная. Да, штучная. И, говорит, он с большим трудом согласился за очень приличные, даже по нынешним временам, меркам, гонорар за очень приличные деньги согласился, сделал. Говорит, и я был счастлив, потому что я искал человека, который бы мог этого сделать, и никак не мог найти. Слава Богу, в Николаеве, по-моему, на ком-то заводе нашелся этот специалист. Сегодня из немногих предприятий, которые остались, даже в том состоянии, которое они есть, вот завод Поршневых колец, директор Голованов Юрий Николаевич. Он в свое время стал директором, маловый парень еще был человек, недавно мы как раз только в партию приняли, в Ильичевском районе. Он этот завод поднял на такой уровень, который уже стал знаменитым после того, как ушел директор предыдущий, из жизни. После возвращения в спортивную работу, Юрий Николаевич на сегодняшний день тоже руководит этим предприятием, но он не успевает, не может выполнить те заказы, которые поступают из бывших союзных республик, теперь суверенных государств, потому что не хватает рабочих рук. Токарей нет. Люди все престарелого возраста. И у нас сегодня негде готовить. Более того, у нас сегодня уже скоро закрываются профтехучилища, которые работают на агропромышленный комплекс. Хотя сегодня в центре нашего региона, который на сегодняшний день представляет из себя аграрную область, потому что вся промышленность ушла, и уже доля ВВП, доля промышленной продукции падает, но зато это агропромышленный комплекс, но только потому, потому что падает доля промышленности. Владимир Владимирович, вот так возникает такой вопрос, такое впечатление, что во многом вина в том, что промышленность наша, промышленные предприятия были практически самоликвидированы, будем так говорить, во многом вина и руководства этих заводов. Безусловно, потому что когда были полнокровные коллективы, когда они работали, и уже началась довольно невнятная экономическая политика в отрасли промышленности. Без поддержки государства? Безусловно, да. То каким-то образом получилось так, что не сумели отстоять интересы предприятия. В этом плане, вы знаете, есть довольно интересное выступление Черчилля. Никогда не сдавайтесь, никогда не уступайте, никогда, никогда, ни в чем, ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, если только честь и здравый смысл, не велят вам поступить иначе. Это Черчилль сказал 29 октября 1941 года. Перед мальчиками Хайгрид Скул. Бомбежка, война, Аужуи, Лондон, уже Ковентри снесли. Все-таки тогда он учил поколение, как нужно выступать. В этом плане, как раз наши взрослые руководители наших предприятий поступили совершенно иначе. Хотя не было прямых таких законов, связанных с тем, чтобы ограничить деньги. Может быть им дали возможность делать то, чего они не могли сделать в прошлые времена? Может у них появились вот эти развязанные руки, они могли сами заключать договоры, сами продавать цеха, земли? Могли, конечно, потому что внутренний рынок существовал всегда. И в продукции нашего Одесского региона была потребность везде. Правда, иногда так, шутили, что наши станки востребованы, потому что они очень металлоемкие. Их в другой стране, в Японии, в частности, могут переплавить и использовать металл для производства своего оборудования. Чушь, конечно. Потому что уровень технологический и технический этих предприятий и продукции, которые они производили, был довольно высоким. А сегодня без средств производства не может быть машиностроения. Без танкостроения не может быть. Без инструментальной промышленности не может быть. Это все в Одессе было. И были и специальные КБ, и были... Вообще, ну, говорить об этом потенциале, который был... Это страна была. Это такой монолит, который за... Даже просто в беседе не хватило бы, наверное, трех и четырех часов, чтобы просто обозначить пунктиром это, а не какой-то линии определенной. Валентин Владимирович, вот сейчас существует у вас совет директоров. Ну, есть же такая общественная... Нет. Совета директоров от кого нет. Был когда-то совет директоров, когда в Малиновском районе по инициативе Голованова, Юрия, когда он был первым секретарем райкома Малиновского, у нас был совет директоров. И мы, когда была вот эта демократия, выборы руководителей предприятий, мы ходили на эти предприятия, принимали участие в выборах директоров и пытались отстоять те кандидатуры, потому что очень многие приходили, желая быть директорами, они принимали, все как принимали. Но очень показательно в этом плане собрание в объединенном нашем авиаотряде, когда Русаленко Анатолий Михайлович решили сменить и избрать другого директора. Ну, как всегда, в аэрофлоте это наземные службы и летный состав. И между ними, конечно, всегда есть антагонизм. И вот там решили, что мы Русаленко уберем, а выберем другого. Ну, как мы ни старались, мы не убедили их. Несмотря на то, что я говорю, вот вы сейчас поделите премию, которую заработал Русаленко, вы сейчас получите квартиры в домах, которые построил Русаленко, как раз это все было на выходе. Ну, а потом что? Кто у вас будет руководить? Человек, который не имеет опыта работы и не знает, куда, в какую дверь зайти в верховную власть. Через год попросили Русаленко назад. Вот так заканчиваются хорошие традиции, хорошее движение на том, что люди просто садятся не в свои сани, ну, и, естественно, никуда не выезжают. Вот в этом отношении ваша судьба замечательна. Вот замечательна. Вы востребованы. Не потому, что вы заслужены, а потому, что вы специалист в своей области. После того, как вы ушли из директорства коньячного завода вы организовали свое производство, свою фирму, свое действительно дело, которое сегодня пользуется успехом, и продукция Гранд Вале, ну, ее все знают, это замечательное вино, но при этом, при всем, я понимаю, что вы продолжаете сотрудничать много лет с Гулиевым, да? Ну, так это мы, в принципе, мы же коллеги, мы совладельцы этого предприятия, но, Игорь Николаевич, мы это готовили еще тогда, когда еще мы все работали на этом предприятии, на Одесском коньячном заводе. Мы тогда уже все это готовили. Многое выход. Вы понимаете, судьба Одесского коньячного завода во многом показательна в том плане, что уже существовали законы, позволявшие нам делать то, что мы хотели. Мы первые в отрасли пошли с таким предприятием в аренду. Таким образом, мы избавились от диктата чиновников. Чиновники еще к тому времени еще даже не могли опомниться. Вот то, что произошло с нами, это потому, что они тогда еще не понимали, что куда ведет. А потом мы спокойно акционировались. И вот так. Нет, вы прошли весь путь капиталистический. Именно капиталистический. Вы понимаете, сначала мы прошли этот путь в организации производства. Вот то, что французы, когда мы в 96-м году впервые попали во Францию, в коньяк, на веперне, на шампанском производстве, мы когда это все увидели, мы поняли, что то, что они сделали за 200 лет, у нас на это время не будет. И мы поэтому время спрессовали и сделали многие вещи за 6 лет. Валентин Андреевич, вот я почему сказал, что то дело, которое вы руководили, оно продолжилось и удачно продолжилось в другой форме уже, да? Частные фирмы, будем так говорить. А что по-вашему помешало этим многочисленным предприятиям, которые были, продолжить свою судьбу? Может быть, реконструировали, может быть, довооружив, может быть, но не оставив пустые цеха, соснятые даже с пола железным сорванным оборудованием, сорванной плиткой чугунной, все сданное в вторсырье в диких количествах, и просто не потому, что сдано вторсырье, а потому, что это было явно, совершенно, это большой бизнес, который касался экспорта, металла, всего, который был у нас в любом виде, в виде станков, в виде, понятно, да? Что помешало? Никто не мешал, кто хотел, тот того добился. Филипчук Владимир Станиславович сохранил свое предприятие Эксим нефтепродукт. И развил его. И развил его, и превратил его в современное предприятие. наш Одесский торговый морской порт, градообразующий, и руководитель порта, герой Украины, сделал все для того, чтобы он на сегодняшний день был тем, чем он должен быть. Другое дело, что тарифная политика, и некоторые нюансы... Но и при всем при этом он сохранил это. Он сохранил. развил предприятие, не дал его растаскать по частям. Поэтому там, где люди жили на бытовом уровне на своих предприятиях, и жили их идеями, они сумели сохранить это. И Аргачев, кабельный завод, он совершенно создал из предприятия, которое вроде бы не таким было развитым, но он его развил. Сегодня он работает на экспорт. И культура на этом предприятии, и социальные условия, и социальные пакеты для работников, конечно, на уровне находятся. Поэтому кто хотел, тот добивался, не сидел, не стеснялся постучать в двери власти, а иногда что-то и заявить серьезное. Поэтому вот так оно и получилось. У нас сегодня маслоперерабатывающие предприятия, маслоперерабатывающие, маслоперерабатывающие, тоже на уровне? Скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда существует очень много, будем говорить, уже других технологий, другой век IT-технологий, все, что связано с роботами и так далее, и тому подобное. Скажите, пожалуйста, что сегодня, вот вы собираетесь, директора, которые, ну, сейчас неофициально собираетесь, директора, которые были руководителями больших заводов, это все покрыто социальной грустью, или все-таки возникает какие-то идеи, какое-то желание что-то, где-то, как-то, затеет новое дело? Вы знаете, Игорь Николаевич, поезд ушел. Это все люди, которые на сегодняшний день довольно преклонны в возрасте. Поэтому ностальгия присутствует при этом, потому что иногда слушаешь и смотришь, и в голове крутится такое, о чем мы говорим? Сегодня мы думаем о том, что мы должны достичь уровня 1991 года. И для нас это кажется невообразимым, потому что за последние 20 лет страна потеряла. 10 миллионов человек на вскидку. Единственная страна, которая в мирных условиях потеряла свою территорию, началась с непонятного отведения участка земли Молдавии в районе Джульджу-Лешт, Рени, и паланки, на которой господа наши соседи сказали, мы вам это не уступим и то не вернем. Я очень большим уважением отношусь к Владимиру Агриско, потому что благодаря его помощи, когда он был послом в Австрии, мы дважды сумели вывести наш одесский филармонический оркестр, который давал концерт в золотом зале Мюзик Феррайн, мы устроили там в центре Караяна представительство фирмы Шустов, то есть и вдруг начали тягаться за шельф, за остров Змеиный, который проиграли, потеряли шельф. Я уже не буду говорить о Крым, о Донбассе. Вот наша политика внешняя, которая без прогнозов была, без участия карьерных дипломатов, которые понимают, как решаются многие вопросы. Спасибо. Мы заканчиваем программу, он остался несколько секунд. Я хотел бы сказать, вот еще Рузель в 20-х годах сказал одну вещь в одном из выступлений. Мы против влияния денег на политику. Мы против контроля частных лиц над финансами государства. Мы против обращения с человеком как с товаром. Мы против голодной зарплаты. Мы против влияния групп и клик. А сегодняшнее время? Что в сухом остатке вы получили? Совершенно точно. Итак, на этих словах не наших, а Рузвельта. Спасибо большое. Мы закончим нашу программу. Выводов никаких делать не будем. Потому что выводы делайте сами. Выводы не здесь. Выводы в умах людей. Ну, как сказал Карл Маркс, идея овладевшего массами становится материальной силой. Пока что идеи нет. Нет. спасибо. Всего доброго. Спасибо вам, Монтин. Спасибо, Игорь Николаевич, за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова